На военном полигоне Атар сегодня проходит генеральная репетиция боевого парада, посвященного Дню Защитника Отечества. Наш корреспондент Асхат Ниязов прямо сейчас присутствует на ней. Он на прямой связи. Асхат, здравствуй. Слышала выстрелы? Кто стреляет? Ну если в Астане Альфея слышно, то представляешь, каково здесь находиться. Такое ощущение, что взрывная волна проходит через все твое тело. Ну а стреляют, между прочим, сразу два-две танковые роты со 120-митровых пушек. Стреляют в рамках специальной операции по обнаружению и уничтожению базы незаконного вооруженного университета и восстановления порядка в детском районе. Но, как вы можете видеть, у них нет никаких шансов. Ну какие шансы у террористов против ракетных, реактивных, артиллерийских и противотанковых систем комплексов «Точка-У», «Прима», «Крат», «МСТП», «Д-30» и «Штурм-С». Что это за системы, как они работают и что они могут подробнее, все увидят и услышки непосредственно на параде 7 мая. Пока же могу добавить, что им будут помогать мотострелковые, танковые и десантные штурмовые подразделения сухопутных войск. Ну и, конечно же, силы военно-воздушной обороны. Они базируются в 6 километрах западнее от того места, где мы сейчас находимся, на полевом вертодроме. О нем мы, кстати, рассказывали во вчерашних выпусках новостей. А сегодня на учебном полигоне с роговой военной базой «Атар» отработали передачу знаменов и частей территориальной обороны Акимову областей Казахстана. Отработали, правда, сегодня без самих Акимов. Ну, ситуацию можно понять. Собрать первых руководителей всех регионов страны. И так уж и просто. Однако непосредственно на параде их, конечно же, все-таки соберут. Потому что после этой церемонии Акимы, как раньше говорили, должны будут возглавить партизанские отряды, как их будут формировать. И вообще все остальное вы можете увидеть непосредственно 7 мая. Но сегодня, после генеральной репетиции, солдаты разойдутся, они будут отдыхать завтра весь день. Ну, как отдыхать? Начищать свои ботинки до блеска, наглаживать форму, готовить оружие, технику, чтобы 7 мая уже непосредственно перед верховным главнокомандующим быть во всей красе и отработать парад на отлично. У меня на этом все. Альфия, с твоего позволения, мы тоже пойдем после этой репетиции готовиться и отдыхать 7 мая. Асхат, ну, я пошел в образ военной жизни. Разрешаю, конечно же, отдыхайте. С нами была Асхат Ниязов. Мы продолжаем. С вами был Игорь Негода.